Здравствуйте! Это литературная рубрика. Меня зовут Зинаида Крылова. Я продолжаю вам рассказывать о книгах в надежде, что они вас заинтересуют. Рассказать о сегодняшней меня вдохновил мой любимый художник Михаил Врубель. Была в музее, смотрела на царевну лебедь и наряду с личным думала, ведь эта картина – идеал чистой красоты серебряного века. Значит, красота – это птица и лебедь белая, а дальше больше. Поэт, творец, он же всегда соловей. Бессовестная мама – кукушка, о красивой походке, мы говорим, ходит павой. К любимому, дорогому сердцу человеку обращаемся, сокол ты мой ясный, а к милой, возлюбленной, голубка моя. Настоящего мужчину называем орел. Этот список можно продолжать. Видимо, сравнение людей с птицами, людей и человеческого – это стремление хоть так быть ближе к небу, к полету, к свободе. Но ведь птицы небожители. О них и книга. Птица по имени. Автор Елена Лестер. И не смотрите, что небольшая. Вот это тот самый случай, когда мал золотник, да дорог. Я честно купила несколько таких книг. Вот как прочитала, так сразу пошла и купила, потому что подарок она потрясающий. Но вы только посмотрите, я пролистаю. Птица по имени посвящена образу птиц в мировой культуре. В легендах, в фольклоре, в мифах, в мировом изобразительном искусстве, в скульптуре, в литературе, религии. Все, между прочим, по науке орнитологии. Здесь щедро представлены как древнейшие произведения искусства, так и произведения из собраний современных музеев. У сладоглаз. Правда, в содержании здесь как реальные, так и мифологические персонажи. Ну, например, о чем поет птица-алконост? А про что знает вещая птица-гамаюн, которая, по легенде, знает вообще все и обо всем, и что было, и что будет? А на какой птице ездил бог в вишну? Что значит поймать перо, жар птицы? И что за птица-дева-сирен, слушая которую, человек забывает себя, забывает вообще все на свете. И как именно феникс умудряется возрождаться из пепла? Ответы на все эти и многие другие вопросы вы найдете вот в этой книге. А дальше? Дальше просто по алфавиту. Начиная от аиста и ворона, голубя, про ласточку, про птицу-дадо, про лебедя, про орла и соловья, про павлина. Так дождь и гла. Напоследок перечень иллюстраций и глава о самой крылатой части человека, о душе. Неудивительно, что мы всей душой стремимся в небеса. Вот эта книга – пища для ума и сердца. И у сладоглаз, вы посмотрите, какая красивая. Она ладно скроена, очень добротно и умно сделана. Почитайте «Птица по имени» и хоть так расправьте крылья. Напоследок, в качестве цитаты, я прочитаю вам стихи Иосифа Мандельштама. Образ твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетела из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади. Читайте, друзья, и помните, слова создают мир рыцарь. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok